Здесь у нас представлен условный комплект древнерусского воина. Соответственно, шлем из гнездова. Это у нас под Смоленском. Там было воинское захоронение и, соответственно, воинский город. С такими вот узорными пластинками характерными. Корпус воина защищает ламеллярный доспех. Это доспех, собранный из металлических пластинок, который крепится на кожаные ремешки. Имеет подвижность, то есть может складываться. Вот так вот. Соответственно, едем дальше. Вот второй шлем из гнездова. Он уже состоит из двух частей внутри. И склепан на два обода с помощью заклепок. Есть у него также ребра жесткости. Следующий шлем пришел из Европы. Это так называемый нормандский шлем. Он же сферообразный. Зачем у него крючок на носу? Это чтобы, если бармица полная, то есть вот так, чтобы крепить ее на нос. Поднимать, чтобы лицо закрывало. Возможно, для того, чтобы клапан от кольчуги поднимать к носу. А это цельнолитой? Как это делать? Ну, в оригинале они цельнокованые. То есть брался кусок металла. На заготовке он просто обковывал в круглую форму. Потом вбивало серебро. Соответственно, такой же шлем. Ну и пошли к оружию. Тут у нас вот настоящий боевой топор. То есть боевые топоры, в чем их отличие? У них очень маленькие рубящие боевые части. Чтобы было проще пробивать доспехи, если они есть. Соответственно, этот топорик называется чекан. Потому что у него есть условный такой обушок оттянутый. Так, дальше. Меч каролинского типа в Европе был повсеместно распространен. От Англии до Руси. Ну, соответственно, пришел он из империи франков. На Руси он появился благодаря скандинавам. Которые завозили франкскую сталь. Ну, это вот меч викинга, это он, короче. Да, да. Это типовой меч викинга, самый настоящий. Соответственно, такой потом делали у нас. А сколько он весит? Этот весит в районе килограмма. В среднем они от 800 грамм до килограмма 300. Это самый тяжелый был. Самый большой. Вот, соответственно, ранняя сабля кочевых народов. Вот такая маленькая рукоятка деревянная. Использовалась нашими степными соседями. То есть, хазарским каганатом, половцами, венграми. Ну, и самый обычный топор, тоже бытовавший в Скандинавии и у нас на Руси. Это топор двойного назначения. Мог быть как боевым, так и рабочим. Зачем дырка? Дырка для того, чтобы вешать чехол. А вот это вот, на шпильку он крепится, да, вот здесь? Ну, здесь вставлен специальный штырек, потому что не стали расклинивать. Можно штырек вот здесь и здесь подбивать, в принципе. Ага, так, шлем. Ну, и самый настоящий символ эпохи викингов. Шлем из Герман Бю. Викинг настоящий, он ходил не в рогатом шлеме, а он как раз вот в таком шлеме с полумаской. Ага. Аааааа А.